Приветствую вас. Я думаю, что первое, что нужно сказать, то что вы, вероятно, раз... немножечко разминулись с разделом, потому что написали вы в раздел «Психология», вот. А ваш вопрос выглядит как аналогичный для раздела эзотерики. Потому что вы спрашиваете, что вас ожидает, а вы приводите дату своего рождения и не описываете свою ситуацию вообще никак. Так. Смотрите. Момент здесь какой. Вы пишите, что вас не выносит главбух. То есть, грубо говоря, у него к вам есть определенные претензии. И эти определенные претензии, они явно не профессионального характера. Судя по тому, что вы пишите. Непрофессионального характера в том смысле, что вы ему не нравитесь лично. И это очень важный момент на самом деле. Потому что если вы не нравитесь ему лично, то это проблема самого человека на самом деле. Это проблема именно его отношения. Ну, отношения именно его, данного человека. То есть, в этом смысле, проблема главбуха, не ваша. Вот. Это такой момент. Второй момент. Это то, что вам невыносимо. Как и сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, это уже ваши чувства. Это уже ваша эмоция. Ваше восприятие данной ситуации такой, какая она есть. И, грубо говоря, грубо говоря, есть причины, по которым вы данную ситуацию воспринимаете именно так. То есть, есть ряд причин, по которым вы воспринимаете эту ситуацию именно так. Как правило, это связано с ожиданиями. Определенными ожиданиями. Как правило, это связано с определенными представлениями о том, как все должно быть. Ну и, естественно, чувства, конечно же, чувства, что вас там должны любить, да, но не любят. Должны принимать, но не принимают. Вот. Это тоже очень важная история. Значит, что вы можете сделать прямо сейчас? Вы можете прямо сейчас сделать следующее. Определите для себя возможность или невозможность уйти с работы. То есть, если вы можете сменить работу, смените ее. Если вы не можете сменить работу, то нацельтесь исключительно только на профессиональные цели. На свои, на ваши профессиональные цели. И это очень важный момент, на самом деле. То есть, очень важный момент, чтобы вы сконцентрировались исключительно на выполнении своих профессиональных обязанностей, происходящих из вашего трудового договора. Если данная ситуация не происходит, если данная ситуация не работает, если вы не можете выполнять свои профессиональные обязанности, которые у вас есть, то в таком случае, я предполагаю, что вам следует обратиться либо к начальству, это не главбух, я так полагаю, либо органы, защищающие права сотрудников. Вот. То есть, исходить нужно максимально из целого договора. И действовать исключительно в соответствии с ним. Занимаясь исключительно профессиональной обязанностью. А по поводу того, что вам не выносимо, и по поводу того, что главбух вас не выносит, это момент. Это момент. Связанный с вашими уже не профессиональными отношениями. И не профессиональные отношения нужно разбирать совсем в других контекстах. Кем вам представляется главбух, как вы его воспринимаете, почему вы воспринимаете его именно так, как вы с ним общаетесь, с какого момента у вас пошел негатив в отношениях, когда начались проблемы, из-за чего начались проблемы. То есть, вот это нужно исследовать вам, в первую очередь. И в этом направлении работают. Вот это то, что я могу вам сказать. Это то, что я могу вам ответить на ваш вопрос. По крайней мере, исходя из того, что вы, Светлана, написали. Для психологов нужно больше информации, больше материала для анализа. Ну и, соответственно, нужен адекватный запрос от вас. То есть, как бы, как наладить контакт с главбухом, это, в принципе, вам мой коллега ответил, как наладить, да, он сказал, что он обладает методами бесконфликтного общежия. Вот. Этому можно обучиться. И обладиться легче, конечно, лучше под руководством специалиста. Но в целом, в целом, я так предполагаю, я не утверждаю, но предполагаю, что в целом проблема заключается в том, что вы смешиваете профессиональное и личное. Вот это вот, мне кажется, большая, большая проблема. Вот. Могу ошибаться, могу быть не прав, это уже детали, но тем не менее. Вот. Вот. Такая, примерно, история. На этом все. Задайте себе все вопросы, которые я вам озвучу. Надеюсь, что они помогут вам найти ключ к решению вашей проблемы. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.